Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас 1 сентября 2021 года, и я хочу вас всех поздравить с началом учебного года, ваших детей, ваших внуков, внучек. И я очень хочу, чтобы этот учебный год был гораздо успешнее предыдущего года, когда детям пришлось сидеть на всевозможных лукдаунах по всему миру и так далее. Будем надеяться, что этот год принесет нам что-то более радостное. Сегодня я хочу вам рассказать одну информацию, которую я нашла на просторах интернета, как обычно, и начну я, пожалуй, вот так. Значит, Адвокатская ассоциация Индии обвинила главного научного сотрудника ВОЗ Сумию Сваминатан в том, что она намеренно препятствовала использованию такого лекарства, которое называется ивермектин. Я один раз только употреблю это название. Бог его знает, какие там алгоритмы работают на Ютьюбе, чтобы это видео не заблокировали. Я просто буду называть его Иби, так как его, кстати, называют многие на интернете. Так что, если вы будете сами искать эту информацию, вы можете пробовать и так, и так. Так вот, кто же такая Сумия Сваминатан? Такая сложная у нее фамилия. Это гражданка Индии. Она педиатр с 30-летним стажем работы в сфере здравоохранения. И она занималась научными исследованиями по туберкулезу и HIV. Она была секретарем в правительстве Индии по исследованиям здоровья, а также была директором Совета медицинских исследований с 2015 по 2017 год. С 2009 года по 2011 она занималась специальными программами, проводимыми такими организациями, как Юнисеф. Юнисеф по-русски это детский экстренный фонд под эгидой ООН. Другая организация, с которой она сотрудничала, это UNDP, программа развития ООН. А также она работала с Мировым банком и со всем известной организацией ВОЗ. Сумия обучалась в Индии, Англии, Северной Ирландии и Соединенных Штатах Америки. Она является членом Национальной Академии США и членом всех трех академий Индии. В ее задачу входила практическая имплементация всех передовых научных достижений мира в практическое применение. С марта 2019 года, извиняюсь, она работала в ВОЗ, а последняя ее должность – это заместитель генерального директора ВОЗ по программам. Так вот, Индийская Ассоциация Адвокатов, IBA, по-английски сокращенное название, подала в суд на главного научного сотрудника ВОЗ доктора Сумью Свиминатан, 25 мая, обвинив ее в кратком изложении из 71 пункта в том, что она стала причиной смерти индийских граждан, введя их в заблуждение относительно ивермектина. В пункте 56 говорится, ваш вводящий в заблуждение твит от 10 мая 2021 года против использования ИВИ привел к тому, что штат Тамил-Наду исключил ИВИ из протокола 11 мая 2021 года, всего через день после того, как правительство Тамил-Наду указало то же самое для лечения пациентов с COVID-19. То есть на основании вот этого твита, в котором Сумия говорит о том, что ивермитин нежелательно использовать, что это непроверенное лекарство и так далее, и так далее, правительство именно вот этого штата индийского, они срочно поменяли протокол и исключили это лекарство из употребления. В ходе судебного разбирательства в Индии главный научный сотрудник ВОЗ доктор Сумья Сваминатан будет признана виновной. Ученый ВОЗ может быть приговорен к смертной казни или пожизненному заключению, если будет признана виновной. То есть довольно там в Индии суровые наказания, но я думаю, что эта женщина очень даже заслужила, если она действительно будет найдена виновной. Значит, ей было предъявлено обвинение в угрозе уголовного преследования, и она была бы тогда признана виновной по одному из этих обвинений. Значит, правительство Тамил-Наду опубликовало новые протоколы лечения пациентов с этой болезнью, в которых не учитывается использование ИВИ, который был включен в предыдущую версию. Адвокат Дипали Оджа, ведущий поверенной индийской коллегии адвокатов, пригласила уголовным преследованием доктору Свами Танан за каждую смерть, вызванную ее действиями или бездействиями. В кратком изложении Свами Натан обвиняется в неправомерном поведении, поскольку она использовала свое положение в качестве представителя международного органа здравоохранения для продвижения программы прибыльной индустрии вакцин. Лекарство ИВИ – дешевый препарат, который назначают как противопаразитарное. Он набирает популярность для лечения модной болезни. ВОЗ и FDA не одобряют этот препарат, но многие врачи и ученые считают, что он очень эффективен. Утверждается, что в штатах Индии, которые использовали ИВИ, были гораздо лучшие результаты и гораздо меньше смертей от болезней, чем в штатах Индии, которые не использовали ИВИ. И здесь приводятся примеры. Среди наиболее ярких примеров применения ИВИ – районы Дели, Утар-Прадеш, Утаракханд и Гуа, где заболеваемость снизилась на, внимание, 98 в Дели, 97 в Утаракханд и 86 в Гуа. Напротив, Тамил-Наду, район, который отказался от использования этого препарата, у них количество заболеваний и смертей резко возросло и стало самым высоким в Индии. Смерть в Тамил-Наду увеличилась в 10 раз. Далее, значит, есть информация о том, что проводились многие исследования, и в том числе и в Индии, где говорится, что в одном из таких исследований было задействовано 4 тысячи человек. Из них 3 тысячи принимали всего лишь 2 дозы вот этого препарата ИВИ по 12 миллиграмм. И 10, ой, sorry, 1 тысяча человек не принимали никаких препаратов. Результаты показали, что из 3 тысяч участников только 2% показали присутствие модной болезни с помощью ПЦР-теста, ну, который тоже, в общем-то, не о многом говорит, а может быть, даже и совсем ни о чем. И тысячи тех, которые не принимали, в них положительными оказались 11,7%. Цена этого препарата менее 1 пенни, как здесь написано, на человека. Ну, то есть 1 цент, я не знаю, там 10 копеек, 1 рубль. В общем, препарат этот очень дешевый, потому что патент уже на него давно не действует. Это такое лекарство, которое могут производить любые производители. То есть оно очень дешевое, с него никакого навара быть не может. Ну, собственно говоря, поэтому и идет такое противостояние против применения этого препарата. А вообще ситуация очень такая сложная, потому что если бы ВОЗ признала, что этот препарат работает, то тогда применение вакцин стало бы вообще незаконным. По существующим сейчас правилам. Значит, конкретное обвинение по поводу этой сотрудницы ВОЗ включали проведение кампании дезинформации против ИВИ и публикацию заявлений в социальных и основных СМИ с целью неправомерного воздействия на общественность против использования ИВИ. Несмотря на наличие большого количества клинических данных, показывающих его глубокую эффективность как в профилактике, так и в лечении модной болезни. В частности, в сводке адвокатов Индии упоминались рецензируемые публикации и данные, собранные группой Frontlight COVID-19, Critical Care Alliance, из 10 членов и группой по разработке рекомендаций по ИВИ в Великобритании, называется Bird, B-I-R-D, из 65 членов, возглавляемой консультантом ВОЗ и экспертом по мета-анализу доктором Тесс Лори. Вот смотрите, это доктор Тесс Лори тоже является экспертом ВОЗ, но она, так сказать, поддерживает использование вот этого препарата в протоколах лечения. В записке упоминались больничные дела прокурора США Ральфа Лориго в Нью-Йорке, где требовалось постановление суда для получения вермиктина для умирающих от ковида больных. То есть, представляете себе, люди знают, что этот препарат помогает, но государство запретило его использование на основании рекомендаций ВОЗ, и люди только с помощью суда добивались разрешения на использование этого препарата. И во многих случаях, когда такие пациенты были в коме на ИВЛ после назначения ИВИ, судом пациенты выздоравливали. Кроме того, Индийская ассоциация адвокатов процитировала предыдущие статьи, опубликованные на форуме The Desert Review. Кстати, я попробовала найти этот сайт, The Desert Review, но, к сожалению, у меня ничего не получилось. Не нашла я этой информации. Адвокат О'Ча обвинил ВОЗ и доктора Сваминатан в пунктах 60 и 61 в том, что они вводили в заблуждение индийских народ на протяжении всей пандемии отношения масок до оправдания Китая в отношении происхождения вируса. Индийская ассоциация адвокатов предупредила о принятии мер в соответствии с разделом 302 и других Уголовного кодекса Индии против доктора Сумья Сваминатан и других за убийство каждого человека, умирающего из-за препятствия эффективному лечению пациента с COVID-19 с помощью ИВИ. Наказанием в соответствии с разделом 302 Уголовного кодекса Индии является смертная казнь или пожизненное заключение. Будет очень интересно наблюдать за развитием этого дела. И если это уголовное преступление будет судом подтверждено, то это будет большой прецедент для многих остальных. Так что интересно. ИВИ, применяемый в Дели с 20 апреля, устранил кризис COVID-19. Заболеваемость снизилась на 97% за 6 недель. Роковой ошибкой было бы не использовать препарат. Они использовали это, и это спасло Дели. Но, к сожалению, Томил-Наду этого не сделал, и их штат был опустошен. Их новые случаи выросли с 10 986 до 36 184, то есть в 3 раза возросли. Их отказ использовать ИВИ нанес им вред. Мало того, что заболеваемость Томил-Наду достигла самого высокого уровня в Индии, но и количество их смертей резко возросло. С 48 20 апреля до 474 27 мая. Десятикрасный рост. Источники этой информации. Индийская коллегия адвокатов. The Desert Review, которую я, к сожалению, не нашла. Доктор Пьер Кори. Доктор Джон Кэмпбелл. Брэд Вайнштейн. Джо Роган. Я оставлю несколько ссылок. К сожалению, весь этот материал я изучала его на английском. Если вы сможете переводить его с помощью Google-переводчика онлайн, значит, вы тоже можете почитать эти материалы. Что-то я брала из видео и так далее. Ну, в общем, интересная у нас получается ситуация. Ну, вот, кстати, благодаря одной моей сначала подписчице, потом уже знакомой, подруге, я вот приобрела себе одну бутылочку на всякий случай. И вермиттина. Вот так она выглядит у меня в такой форме. Вот. Я еще пока точно не разобралась, как его применять, потому что я надеюсь, что мне это не понадобится. Но там как-то идет миллиграмм на вес тела и так далее. В общем, надо будет как-то рассчитывать. И всем я рекомендую приобрести. Пусть он стоит у вас. Он стоит копейки. И, насколько я поняла, его можно приобрести в ветеринарных клиниках или вот в магазинах для животных. Вот поспрашивайте там. Хочу сразу предупредить, что я не врач. Я не даю никаких рекомендаций. Я только показываю то, что я сама буду использовать, если вдруг со мной случится такая неприятность. Но вот пока 2-1,5 года, слава богу, все в порядке, все нормально. Вчера после долгого перерыва я увидела нашего КПДЖ, который я вам, помните, рассказывала, что он сделал два прокола и после этого заболел той самой болезнью. Я не видела его, потому что он был на карантине. Обычно он всегда сидел как-то на лавочке у подъезда. Его всегда можно было видеть. Что-то он иногда делал, но как-то, в общем, его присутствие было всегда и часто заметно. Сейчас он прям пропал-пропал. Но вчера я пришла вечером домой и вдруг слышу, кто-то активно работает молотками и так далее. И как бы мне показалось, что это вот где-то прямо наверху, на моей крыше. Я вышла на балкон и действительно увидела там людей, которые ремонтировали такую, знаете, неоновую ленту. У нас на здании висит такая неоновая лента. Синяя, ночью ее включают, смотрится очень красиво. И вот там двое, значит, бабашат, мне по голове, можно сказать. Ну и я просто была удивлена, почему вдруг ночью, потому что время был 10-й час. Почему эти люди там вдруг ночью что-то ремонтируют. Я написала КПДЖ, я говорю, что такое, почему, почему это ночью, неужели это нельзя сделать там завтра и так далее. Ну, в общем, он пришел ко мне, и я его просто увидела. После нескольких недель я его не встречала до этого. Боже, как изменился человек. Он совсем стал другим. Он просто очень изменился. Во-первых, он сильно похудел. Я думаю, что похудел, наверное, килограмм на 10. А когда человек так резко и быстро худеет, его лицо становится каким-то странным. Такое, какое-то обтянутые кожи, скулы такие обтянутые кожи, глаза какие-то круглые. В общем, выглядел он совсем не так, как он выглядел раньше, к сожалению. И вот жалко мне парня. Я ему еще вчера опять прочитала лекцию, так сказать, по мере возможностей, через переводчик. И сказал, чтобы он ни в коем случае не шел и не делал никаких бустеров и не подвергал этому своих детей. А у него двое маленьких детей. Ну, прям вот, наверное, погодки. Может быть, сейчас лет 7-8 или 6-7. Что-то в этом роде. Пытаюсь до всех донести полезную информацию. Но, ребята, сами, сами будьте активными. Опять же, многие материалы я помещаю на мой телеграм-канал. Много народу подписано, но активно как бы комментируют и так далее. Человек, наверное, 45-46. Давайте уже как-то поактивнее работать, поактивнее изучать информацию. Война не закончилась. Мы все еще в ней. И нам нужно действовать очень активно. Кстати, в этом видео я уже не смогу вам ничего рассказать, потому что уже почти 20 минут я наговорила. Но в следующем видео я вам расскажу о том, что происходило 31 августа 2021 года в Австралии, где они собирались устроить протест. И этот протест поддерживали водители вот этих тяжеловозов. И что из этого получилось? Вы знаете, у них там все это начиналось с утра, а у меня в это время была ночь. И настолько активно это все происходило. То есть там была группа. Видимо, их даже было несколько, но я попала в одну, в которой было порядка 3,5 тысяч людей. И вот эти люди, они шли на места, они собирались в какие-то группы и так далее, и так далее. И они все, значит, постоянно посылали какие-то вот апдейт по-английски. Да, новости, новости, что происходит, где происходит. И вот эта лента просто шла вот так вот постоянно, постоянно, постоянно. Я следила за этими событиями, было очень интересно. И я вот в этом во всем как бы вместе с ними участвовала. Ну, во всяком случае, точно моей душой я была с ними, болела, переживала за них и так далее. Спать легла почти в 6 часов утра. То есть вот всю ночь я наблюдала за тем, что у них проходило там целый день. Ну вот я постараюсь подготовить материал и рассказать вам об этом. А на этом я с вами пока прощаюсь. Всего вам хорошего. Хорошей и солнечной осени вам, голубого неба, вот этого бабьего лета и так далее. Все, мои хорошие, пока! Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok